И всем привет, с вами Ростиксон, и в этом видео я расскажу о ошибках при торговле фьючерсами на фьючерсах. Это будет мое личное мнение, я могу где-то ошибаться, в общем, начинаем. Также напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, там я рассказываю практически все, что делаю в крипте, какие-то темки, схемки. В общем, там интересно и иногда много полезного. Кстати, о фьючерсах. Сейчас идет фьючерсный турнир на бирже Gate.io. Там призовый фонд доходит до 5 миллионов долларов, в общем, будет что-то среднее. В прошлый раз было более 15 тысяч участников, и в прошлый раз моя команда заняла 21 место по миру. И в этот раз я приглашаю всех, все смогут поучаствовать в моей команде, и ссылочка будет в описании. Для этого достаточно будет иметь 100 долларов на фьючерсном сете на бирже Gate.io. Это выгоднее, чем если вы будете просто торговать на фьючерсах, потому что тут у вас будут какие-то скидки на комиссии, но это малая часть. И самое главное, у вас будет шанс выиграть там ценные призы iPhone 14 и так далее. И просто выиграть призы, благодаря, если у вас большие торговые объемы на фьючерсах, или если у вас PNL большой, больше всех. В общем, там будет примерно так. Так что регистрируйтесь. Думаю, самая главная ошибка это не анализировать рынок самому, не принимать решения осознанно. То есть, грубо говоря, торговать по чьим-то сигналам, советам, которые вы совсем не анализируете. То есть, я считаю то, что все решения вы должны принимать сами, и ответственность нести за них сами. Даже если вы за кем-то следуете, всегда вы должны понимать, что виноват не тот, кто сказал, допустим, шортить Солану. А виноваты вы, потому что вы согласились и решили действительно шортить. Вторая ошибка это, если вы новичок, используете высокие плечи, ну или большие плечи, это там выше 10-го, 20-го, особенно если вообще не понимаете, как мне пользоваться. То есть, если вы только первый месяц или там первые 5 месяцев торгуете на фьючерсах, то используете плечи меньше 5-го, как я считаю. Третья ошибка это торговать на все деньги, или просто торговать не соблюдая риск менеджмент. Допустим, даже в сделке у вас 20% от ваших средств, но даже это очень огромная сумма в процентах. То есть, представьте, вам нужно всего лишь 5 раз сделка вашей не удастся, и у вас получается нет денег. То есть, я считаю, что нужно использовать своего депозита 1-2%. И, думаю, последняя ошибка это торговать, когда вы еще новичок, когда вы практически не понимаете половины кнопок, которые есть на фьючерсах, когда вы не разбираетесь, чем отличается кросс от изолированный, чем отличается одно от другого. В общем, примерно так. Это были 5 самых популярных ошибок на фьючерсах. Кто-то может сказать, что они слишком простые, но вы попробуйте следовать, допустим, не торговать на крупные суммы от вашего депозита. Это довольно сложно. Также, если вы не зарегистрировали на Бережье Тайо, вы сможете это сделать по ссылочке в описании. Зайти поучаствовать в фьючерсном турнире Бережье Тайо, где призовый фонд доходит до 5 миллионов долларов, что довольно весомо. И, кстати, в прошлый раз, так как я попал в призовые, мне начислили средства, и я их спокойно вывел. В общем, примерно так. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И да, я могу тут ошибаться, конструктивная критика в комментариях. Надеюсь, я критических ошибок не допустил, если что, можете указать на них в комментарии.